Всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео мы узнаем, как пройти новые испытания 2018 года и что происходило в игре в это время. Но перед началом хочу пригласить вас в клан 10 уровня Emerald of Team. Сейчас клан набирает новую силу после длительной паузы. Ребята не играли почти год, но готовы вновь вернуться в строй, поэтому ищут активных и целеустремленных игроков, начиная от девятой ратуши, которые будут участвовать в КВ, ЛВК и развивать столицу клана. А тег Emerald of Team вы сможете найти в описании к этому ролику. Сегодня нам с вами предстоит пройти еще одно испытание, которое посвящено 2018 году. Но перед началом, как всегда, давайте вспомним, что происходило в этом году в самой игре. В феврале 2018 года появляется новая система привязки аккаунтов Supercell ID, а вместе с ней и множество проблем, а также массовые попытки угнать аккаунты. В марте выходит DS8 с новым строением и юнитом, а на основную деревню добавляют торговца, о котором уже с самого начала слагают мемы. В июне 2018 года выходит еще одно масштабное обновление. Появляется 12-я ратуша, а вместе с ней впервые игроки видят деф на главном здании, осадные машины и нового юнита Электродракон. В октябре разработчики выпустили еще одно крупное обновление. Появилась Лига Клановых Войн, а также 25 новых карт Гоблинов. В декабре появляется запинание летучих мышей, ледяной голем, камнебросатель, временный юнит Эль Прима и препятствие Колючий Кактус. Это было сделано в честь релиза Бравл Старс. Выход 12-го Тонхола был очень ожидаемым событием для каждого Клэшера, потому что это была действительно глобальная обнова. Ведь предыдущий Тонхол, 11-й, вышел в 2015 году, то есть 3 года назад, поэтому все ждали новую ратушу. Однако помимо 12-го Тонхола произошло кое-что еще. А все дело в том, что после выхода обновления все доступные здания должны быть размещены до того момента, как вы перейдете на следующий Тонхол. О чем-то говорит правильно, дисбалансеров больше в игре не будет. Да, именно после выхода 12-й ратуши уже нельзя было перейти на следующий Тонхол, не выставив все здания с текущего ТХ, что не позволило дальше развивать дисбалансеров, которые на тот момент очень сильно докучали на клановых войнах, создавая неравные условия для кланов. Кстати, про клановые войны. Это был теперь не единственный режим, потому что появилась ЛВК, которая для нас с вами сейчас уже как нечто обыденное. Но в момент выхода ЛВК очень сильно заинтересовала игроков, потому что это был командный режим. Нужно было всем кланам участвовать как бы на КВ, но при этом у вас была только одна атака, можно было делать замены, и все это продолжалось в течение недели. Лига Войн Кланов довольно сильно сплотила игроков внутри клана, да и позволила восстановить заброшенные кланы или создать новые для тех ребят, которые хотят в этом участвовать. В игре появилось больше разнообразия по режимам, и можно было участвовать в абсолютно разных событиях. Помимо кланового режима, игроки также были рады появлению и продолжения синглплеера, то есть продолжения гоблинских карт. Завезли в игру 25 новых карт, которые были действительно уникальны, и каждая отличалась от предыдущей, и некоторые базы были ну совсем нетипичны. Все эти карты сейчас есть в игре, и вы можете их пройти, но в тот момент карта гоблинов, которая уже была заброшена игроками к 2018 году, получила новое дыхание, и игроки вновь вернулись для того, чтобы пройти все эти интересные карты. А теперь самое время приступить к прохождению испытания. В этот раз нас ждет 12-й Тон Холл и Электродраконы. Почему именно эта ратуша и электрики, думаю, теперь уже понятно, исходя из истории этого года. Кстати, по периметру базы можно заметить большое количество новогодних елок, подарков и различные новогодние декорации, а оформление на этой базе тоже посвящено Новому году. Как и в предыдущих испытаниях, справа есть Тесла, поэтому сразу кидаем туда шарик. Далее высаживаем ледяного голема, чтобы он пошел по направлению к башне лучниц. Высаживаем к нему короля и королеву. Теперь нам нужно дождаться, пока король подойдет поближе к клановой крепости и выманит оттуда двух шариков вместе с Электродраконом. К этому моменту ледяной голем у вас уже распадется, и нужно прожать короля, для того, чтобы он жил подольше. На войска из клановой крепости кидаем мороз, потому что в этом испытании у нас нет яда, а нам важно, чтобы королева уничтожила войска. Прожимаем к вину и под прожатием она разберется и с шариками, и с Электродраконом. Первая зачистка выполнена, теперь идет атака воздуха. На верхний угол сажаем одного мини-дракончика и в ряд высаживаем электриков. Также в ряд высаживаем шарики и готовимся выпускать хранителя, который направлен на воздух, эта стрелочка вверх, и дирижабль. Дирижабль летит к центру, к ратуше и открывается над ней. На массу электродраконов кидаем рейдж и около ратуши прожимаем хранителя. Все войска должны попасть в радиус хранителя. Про электриков забываем и идем разбираться с орлом. На него выкидываем сразу всех мышей и внимательно следим за нижней башней магов, потому что если мыши попадут под залп башни мага, они сразу погибнут, как это происходит с левой стороны. Но слева не страшно, там есть электрики, а вот нижнюю сторону мы замораживаем. Причем кидаем один мороз и следом второй, для того, чтобы мыши все-таки добили эту башню. Дальше они помогут уничтожить башню лучниц, мортиру, арбалеты и все, что находится слева. А электрики к этому моменту уже разберутся со всем левой частью, и в итоге мыши соединятся с электриками и просто заберут остатки базы. Оставшийся рейдж можно скинуть во время атаки мышей на основную группу электродраконов. В тот момент, где будет больше всего электриков. Но при этом не отвлекайтесь от мышей, потому что они здесь это довольно важная часть. Если не получится снести с помощью мышей нижний сектор, то электрикам будет тяжеловато, потому что там сингл инферно, которое перебьет каждого электрика. Так что с мышами очень аккуратно и внимательно следите за тем, куда они будут перемещаться. В этой атаке у вас будет еще достаточно времени, поэтому за таймер можете не переживать. Времени у вас точно хватит для того, чтобы все зачистить. После прохождения этого испытания у вас уже должна быть накоплена 21 звезда, что дает возможность забрать новый подарок – руну эликсира для деревни строителя. Я же хочу поблагодарить спонсоров канала – Дэм Лакомка, Сергей, Айк, Мышка, Рарфи 1877 и Милена за помощь и поддержку в развитии канала. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку «Спонсировать» на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатры. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас оставляй интересный или забавный комментарий к этому выпуску. Не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok